Знаете, есть такой телеканал ДТВ, вот, можно с вами, пожалуйста, следующий. Довольно стабильный телеканал, с долей 2, примерно, процента, на протяжении нескольких лет удерживающего 2% взрослого населения, там, 25-54, мужчин и женщин. В общем, многие поколения менеджеров пытались превратить канал ДТВ во что-то, скажем так, ну, как-то развить его, сделать его более понятным зрителям, более, как сказать, интересным. Вот, ну, знаете, вот я расскажу вам такую историю, я был на фокус-группах недавно, и мы задавали вопрос, как вы представляете себе зрителя ДТВ, если бы это был человек. Вот нарисовали такой портрет, это мужчина лет 50, в невыразительной серой одежде, в прошлом военный или охранник, он ценит жизнь и справедливость, и стучит на своих соседей. Вот такая была картина нарисована. В общем, конечно, с точки зрения рекламодателя, вот я подумал, что, в принципе, конечно, интересно, можно было бы сделать канал, там, не знаю, Охран-ТВ, такой канал для охранников, потому что, в принципе, охранников очень много в стране России, можно сказать. Да, у нас феноменальное количество людей в силовых структурах и в охранах работают. Вот, но как-то не было вдохновения на создание телеканала для охранников, и также не было вдохновения на дальнейшую эксплуатацию детективного жанра, потому что ДТВ это расшифровывается, как, может, там, детективное телевидение хорошо звучало, или, в принципе, там, Дмитрий Троицкий, видео, тоже вариант был предложен. Но, знаете, что пришли к выводу, что, на самом деле, развитию ДТВ препятствует... Следующая стать, пожалуйста, заклятием. Потому что канал носит первые имена собственные основатели канала, и, возможно, в каком-то смысле он несет, вот, влияет карма девушки, влияет на сам канал. Вот, в принципе, она очень милая и вела чудесные программы, но вот эта вот традиция, когда в трехзвучном, в трехбуквенном названии, там, Дарьял ТВ, вот, все как-то не могут от этого отделаться, и почему-то спрашивают, что ты где работаешь? На ДТВ, я говорю, на ДТВ. А, на Дарьял ТВ. Вот, хотя, интересно, в Хабаровске расшифровывается дельневосточное телевидение. Вот, но, в общем, на самом деле, это так, шутки, да, но как-то захотелось, я себе задался вопросом. Например, из той серии, когда я был маленьким ребенком и был прежним председателем, и я думал, интересно, он же когда-нибудь умрет, наверное, и действительно, вдруг пац и он умрет. И это какой-то был в детском сознании, да, переворот. Вот, к чему это говорю? Я подумал, мы действительно, вот, живешь, все каналы как-то называют, здесь трех букв или цифр, там, что-то, 5, 3, 7, 9. А почему вот взять и не поменять название канала? То есть, в принципе, провести, с одной стороны, такую глубинную магическую операцию по перемене имени, ну, естественно, поменять содержимое еще попутно. Вот, поэтому мы это и решили сделать, на самом деле, после долгих размышлений, и решили побавиться, в общем, с недружественной кармой, как бы произвести зачистку кармы канала ДТВ. Что можно сказать о канала ДТВ хорошего? Ну, хорошего, можно сказать, то, что у него есть несколько программ, которые зрители очень любят. Ну, это, конечно, программы голые и смешные, вот, ее все любят зрители, вот, а те, кто не признаются, что ее смотрят, на самом деле, тоже смотрят, просто не признаются, вот. Ну, и есть несколько еще программ «Дорожные войны», например, и улетное видео. Что это такое, если вы не видели, случайно, вдруг? Это, в общем, такие довольно ироничные передачи, в которых показываются либо там аварии, либо какие-то смешные, фактически, ютубовские ролики со смешным комментарием. Вот, то есть какое-то сочетание вот жести и хохмы, так можно сказать, или один журналист сказал, у вас вот прикольный жесткачек, как-то вот такой канал. Вот это работает, ДТВ. И мы, собственно говоря, увидели, слайд, пожалуйста, что работает острое и смешное, и вот именно это сочетание, когда вот как-то в одном флаконе, то есть просто само по себе острое не работает, смешное отдельно не работает, а острое и смешное работает. Поэтому мы решили это соединить, ну и сделать, в общем, бренд, который ясно эту особенность канала выражает. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Решили назвать канал «Белец». Ну, дурацкое название, в принципе, но очень необычное. И на самом деле, ну, если компьютер называют «Эппл компьютерс», почему нельзя телеканал назвать «Перцем»? В принципе, что-то плохого. «Перцем» назывался журнал в советское время, аналог нашего «Крокодила» на Украине был журнал, назывался «Белец». Массовый журнал, второй по тиражности. Вот. Такие щиты уже стали появляться на улицах города. В Москве вчера я ехал. В общем, я не знаю, почему подрядчики развешивают за неделю. Должны были 1 октября повесить это. А тут вот после важных событий политических в субботу повесили такие щиты. Ну, конечно, это не осталось незамеченным. Но это все, смею вас уверить, это совпадение дурацкое, конечно. Здесь это «Ребус», здесь зашифрован название канала. «Белец», новый телеканал, собственно. Ничего тут сложного нет. Все совпадения случайные. Вот. И вот продукт болезненного сознания, интернета, аудитория. Развращенный свободой. Вот. Ну, кстати, почему «Белец»? Вот смешной слайд покажу. Как мне... Я был вот перед инвесторами, у меня упал американскими. Можно, пожалуйста? Они по-русски не понимают, мне пришлось по-английски объяснять, что значит «Белец». Потому что интересно, что на... Пощелкайте так еще. Что на английский, если перевести «Белец», «Белец» — глупость получается какая-то. Ход «чили-пепер» — длинная. Вот. И я семантику для них разложил. Вот именно русская «culture reference». А вы все прокликаете, пожалуйста, на эту. Вот видите, тут кто по-английски понимает, могут долго смеяться. А еще два там. Особенно мне нравится вот это «sossi, rossi and sexy». Это шедевр. То есть, на самом деле, слово имеет очень позитивное значение, разнообразное в русском языке, какие-то эмоциональные и положительные. Вот. И мы очень там долго думали, что вот это такой слэн молодежный, что будет восприниматься как именно вот тинейджерский канал, привели даже специальные исследования. Зрители опросили, как они относятся к названию «Белец». И оказалось, что, конечно, молодая аудитория восприняла, что это вот канал «Белец», это вот молодежный такой канал, но чем взрослее люди, тем больше они говорят, что это канал для всех. Потому что для них «Слова Белец», в принципе, оно имеет какую-то свою другую семантику. Вот. И вот если все эти значения «Берца», в общем, естественные, которые он имеет в русской мультуре, в русском языке, перевести на язык телевидения и как бы сформулировать телевизионный канал, то на следующем слайде вы это и увидите. Вот. Мы решили, что это будет канал в высшей степени несерьезный, канал не молодежный, так сказать, не ярко выраженный молодежный, а все-таки для людей повзрослее, которые ищут смысл в какое-то развлечение. Канал народный, но в смысле не от самого Моисеева, а массовый, понятный, не маргинальный, острый, провокационный, с юмором, с иронией. Канал, как-то актуально пытающийся реагировать на что-то или как-то отражающий время. И канал особенный. Ну, почему особенный? Потому что больше нет каналов с названием «Перец». И я вам сейчас покажу такие тизерные ролики, которые уже в эфире мы запустили, так сказать, в преддверии запуска. Да, может быть, я объясню, чтобы было понятно, что имеется в виду. Это не шутка все, что я говорил. Канал ДТВ 17 октября, в общем-то, начинает вещать под другим логотипом, под логотипом «Перец». Вот так будет называться телеканал «Перец». Можно видео, пожалуйста? А, сейчас это еще один слайд. Вот провели интересное исследование отношения зрителей к макету. То есть, вот, по идее, если верить социологии, то примерно так вот должны люди отреагировать на этот макет. 45% точно будут смотреть, 29% скорее всего будут. Ну и 22% не будут. Не понравится, не для них. Вот, пожалуйста, ролики. Вы промокали, нужно предыдущие вернуть. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok,